Слендер, можно мне позвонить родственникам? Нет, ты вчера звонила. Ну пожалуйста, не будь так жесток. Я просто вспомнила, что давно не звонила своей бабушке. Бабушке? Да, бабушке-свинке. А чего ты так удивляешься? Точно, бабушке. Как я мог забыть про неё? Значит, ты разрешаешь ей позвонить? Погоди, Пеппа. Я вспомнил, что у меня тоже есть бабушка. И я вовсе забыл про неё. Мне нужно сорочно её навестить. А можно мне с тобой? Ладно. Тогда бери меня за руку и перенесёмся к её дому. Это тут живёт твоя бабушка? Да. Мрачновато тут. Почему? Очень даже мило. Ну да. Я и забыла, что ты сам живёшь в таком же мрачном месте. Постучим? Да ладно, Пеппа. Это же моя бабушка. Будь как дома. Ходи. Никого нет. Видно, спит бабуля моя. Вот будет ей сюрприз. Обрадуется, наверное. Ой. Что такое? Пеппа. Я и не подумал, что нужно было с собой какой-нибудь гостиниц принести. Да уж. Действительно некрасиво получается. Пеппа. Ты присядь. Подожди тут. Я мигом вернусь. Сгоняю в магазин за тортиком. А можно мне с тобой? Исчез. Даже не дослушал. А мне страшно тут одной оставаться. Мог бы меня взять с собой. Да и кто? Ему. С его лицом продаст тортик. Кто-то включил телевизор. Бабуля, это вы? Это я, Пеппа. Я дружу с вашим венуком Слендером. Он вышел, а я вот тут жду его. Молчит. Наверное, я не услышала. Я говорю, дом у вас красивый. Милый такой. А вы извините, что мы без стука ворвались? Бабуля? Странно. Тут никого нет. Телевизор выключен. Но я ведь слышала, как кто-то его включил. Не нравится мне это все. Наверное, будет лучше, если я подожду Слендера во дворе. Там не так страшно. О, нет! Кто-то закрыл входную дверь. Как же я теперь выберусь отсюда? Кто-то идет. Нужно спрятаться. Кажется, кто-то попался в мою ловушку. Ну, теперь от меня не уйдешь. Я-то тебя найду. И тогда тебе не сдобровать. О, боже. Кажется, я угодила в западню. За что же эта столуха хочет поймать меня? И зачем я эта страшная дубинка? Как же мне страшно. Скорее бы Слендер появился тут. А ну, влезай. Я тебя найду. Я пропала. Вылезай, кому говорят. Я же тебя все равно найду. И тогда косточек своих не соберешь. Кажется, пронесло. Пошла в другую комнату. Нужно мне поискать убежище получше. Это ее кухня. Ух. Котик. Ну, ты меня и напугал. Я уже бог знает, что подумала. Котик, не шуми. А то из-за тебя меня сейчас поймают. А ну, брысь отсюда. Кто там? Ну вот. Я так и знала. Старуху привлек шум. Она идет сюда. Куда же тут спрятаться? Ты тут? Я же знаю, что ты тут прячешься. Иди к бабушке. А бабушка тебя угостит кремом для тортика. Нет никого. Наверное, мне послышалось. Ладно. Война войной, а обед по расписанию. Ключу духовку. Пусть пока разогреется. Как же мне им повезло, что старуха вышла. А ведь мама мне много раз говорила, что залазить в духовку опасно для жизни. Теперь я понимаю, почему она так говорила. Еще бы чуть-чуть, и старуха бы точно не осталась голодной. Нужно выпираться с кухни. Тут небезопасно находиться. Спрячусь в гостиной. А когда старуха зайдет на кухню, побегу на второй этаж. Идет. Вы еще не знаете, с кем связались. Мой муж был охотником. И оставил мне в наследство целый арсенал. У меня столько капканов. Хватит, чтобы весь дом имя обставить. Она просто монстр. Если решила поймать меня в капкан. Пользоваться капканами бесчеловечно. Даже по отношению к животным. Пора. Теперь главное действовать тихо. И не попасться в капкан. О, нет. Лестница оказалась такой скрипучей, что старуха могла услышать меня. Кто там? Нужно быстро куда-нибудь спрятаться. Скорее. В шкаф. Я иду. Я иду. Еще чуть-чуть. Я тебя поймаю. Моя скрипучая лестница сработала как сигнализация. Мамочки. Как страшно. Где же Слендер запропустился? Так. Нужно подумать. Если бы я залезла в этот дом, то куда бы я спряталась? В туалете. В туалете. Я бы, пожалуй, спряталась. Ну, пожалуйста, скажи, что в туалете. В шкафу. Да. Я определенно спряталась бы в шкафу. А вот мы-то и проверим. Это еще кто там решил мне помешать? Нет уж. Я сначала проверю, кто у нас там сидит в шкафу. Минуточку. Откройте. Иду. Иду. А вот же неудача. Кому-то там не втерпешь. Ладно. Я еще успею наверстать упущенное. Сейчас открою. Как же мне повезло. Еще бы чуть-чуть, и старуха бы меня поймала. Но вряд ли это пришел Слендер. Он бы сразу телепортировался тут, а не стал бы стучать. А может он исправил свою ошибку? И постучался все-таки? Кто там, а? Откройте. Это полиция. Полиция? Я спасена. Добрый день. Я прибыл сообщить вам, что после долгих поисков мы так и не нашли преступника. Мне очень жаль. Я так и знала. Я так и знала. Именно поэтому я и взялась сама за дело. И должна вам сказать, я поймала его. Кого? Преступника. Он сидит у меня в шкафу. Что? Я преступница? Ну, что я сделала? Надо было все-таки стучаться, когда входишь в чужую квартиру. Вы уверены? Не уверена. Но я так думаю. Я вычислила это методом дедукции. Понятно. Вы, наверное, начитали из книг про Шерлока Холмса. Нет. Это уж слишком. Мы всем отделением полиции не смогли напасть на его след. А вы вообразили себе, что вы умнее нас? Это несерьезно. Простите, но я вынужден удалиться. Ну, как хотите. Тогда я сама поймаю преступника. Она сама преступница. Что такое? Господин полицейский, эта бабушка преступница. Она охотилась за мной с дубинкой и расставила по всему дому капканы, чтобы я в них угодила. А вот и неправда. Дубинку я носила для сама вороны, потому что боялась, что преступник может быть опасен. А капканы ржавые и не работают. Можете проверить. Я их специально расставила, чтобы шум создавали, если воришка за них зацепится. Но я не воришка. И у вас ничего не брала. А вот и неправда. Сегодня преступление повторилось вновь. Как только я услышала, что кто-то пробрался в дом, я закрыла входную дверь, чтобы воришка не убежал. Затем расставила повсюду капканы и пошла на кухню. И там я обнаружила, что опять кто-то похитил весь крем для торта. И это произошло ровно тогда, когда ты, милочка, была в доме. Ух, как нехорошо, девочка. Тебя разве родители не учили, что воровать плохо? За это можно попасть в тюрьму. Но это не я. И врать девочка тоже нехорошо. Я не вру. Я видела, как это сделал ваш кот. Но у меня нет кота. Когда я прыгнала этого черного кота, он прыгнул в дыру в стене. Ах, вот оно что. Как же я не подумала. Пират. Это черный кот моей соседки. Значит, он опять повадился бегать ко мне через эту дыру. Но я ему задам жару. Преступление века раскрыто. Но я должен спросить вас, девочка. Кто вы? И как вы попали в дом к старушке? Меня зовут Пеппа. Я пришла в гости вместе с внуком этой старушки. Он давно не навещал ее. Я решила составить ему компанию. Когда мы пришли, он решил сбегать за тортиком. А меня попросил подождать в гостиной. А потом я испугалась. И начала прятаться от старушки, которая ходила по дому с дубинкой. А вот и он. Ваш внук. Это не мой внук. Мой внук красивый. Весь меня пошел. А этот страшненький какой-то. Слендер, это правда? Да, Пеппа. Это не моя бабушка. Моя намного симпатичнее. На меня похоже. Ваша бабушка уже давно отсюда переехала. Я дам вам ее адрес. Если вы оставите мне этот тортик. А то я давно жду в гости своего внука и никак не могу испечь торт. Так как соседский кот воровал у меня крем. Договорились. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok